Всем привет! Сегодня вы опять в кадре видите посылку. Я думаю, вы догадываетесь, кто там. Да-да, у нас опять распаковка Реборна. Не успела выйти первая распаковка, и уже через день выходит вторая. Я надеюсь, что эта распаковка вам точно так же понравится, как и предыдущая. Пишите, пожалуйста, предложение имён в комментарии. Ну и давайте скорее посмотрим, кто же к нам приехал. Мои дети сделали для меня сюрприз. У меня сегодня был концерт, и потом я пошла к бабушке. Я даже не думала, что она сегодня придёт. Её забрали, я пришла домой, и вот оказалось, что да, кто-то к нам приехал. Давайте начнём с подарочков. Вот такой вот мишка. Очень классный. Я думаю, это ручная работа, либо это какая-то игрушка, но она очень дорогая. Очень классный мишка. Вот такой вот. Любимая игрушка. Вот. Такой красивый. Очень классный действительно. Вот прям видно, что качественная игрушка. Давайте мы её пока посадим. Ой. Так, это там ещё у нас. Пока мы эту посылку отодвинем. Хотим смотреть, что у нас здесь. Есть какой-то пакетик. Так, здесь вещички. Сейчас мы посмотрим, что у нас. Такой вот пакетик серебристый. В нём лежит вот такая вот байка из магазина Крокет. Свитшот. Да, 74 размер. Так, она с начёсом. Она очень красивая, она очень модная. Вот прям шикарная. Если у вас какие-то лишние звуки, извините, пожалуйста, вы слышите, потому что там какие-то у меня лишние звуки происходят не на моём этаже. Вот такая красивая. Так. Памперс. С королём львом. Вот такое вот. Что это за размерчик? Где бы узнать? Не знаю, что это за размер, но большой размер. В общем, посмотрим. Мне очень понравился свитшот. Я как раз хотела купить свитшот, но ещё не дошли руки, и он пришёл просто волшебно. Так, здесь у нас пустышка и прищепочка. Сейчас тоже откроем. Всё очень круто запаковано. Это кукла Reborn от мастера, поэтому тут совсем другие вещи, нежели в первой посылке. Так. Сосочка на магните. Вот, магнит довольно-таки толстый. Обычная сосочка. Может быть, с ним сделаю другую. Потом докуплю ещё магниты и прищепочка. Только тут как-то немножко выскочила она. Вот такая вот с мишкой сейчас. Вот. Обычная сосочка и прищепочка. Так, что-то здесь очень интересное. Будем распаковывать. О-о-о-о! Боже мой! Это для меня... Это того стоило просто. Сегодня шикарный день. Сегодня, кстати, суббота. Так. Вот такой вот леденец. Тоже ручной работы. Со вкусом апельсина. Посмотрите, какой красивый. Ну, когда мастера присылают такие подарки, очень приятно. И понимаешь, что это действительно настоящий мастер. Свидетельство о рождении. Тут должна быть карточка лимита, но её нету, потому что я отправляла молдик. И карточка лимита лежит у меня. В конце видео покажу. Так. Вот. Свидетельство о рождении написано. Так вот. Здесь прищепочка с мишкой. Снимаем. Открываем. Ну всё, стало сразу всё понятно. Я просто не знала, что здесь фотография. Вот, кто к нам пришёл. Так. А здесь ещё... Здесь ещё фотография! Это книжка! Слушайте, бомбезно. Смотрите. Так. Можете почитать, если вам что-то видно. Имя не написано. Молд Лиам от Бонни Браун. Рост 74 см. Вес 4 кг. Ну и здесь из чего сделан? Рождён 22.02.2020 года. Здесь написан автор. И её всякие адреса. Потом вам покажу. Значит, здесь сзади памятка по уходу. Мы её прочитаем чуть позже. И вот кармашек для свидетельства. Не для свидетельства, а для карточки лимита. Очень классное свидетельство. Так. У меня аж руки трясутся. Потом поближе вам его покажу. Давайте мы это всё отложим, потому что сейчас надо будет куда-то доставать нашего мальчика. Пока я пока вообще не представляю, какой он. Так. Сейчас мы это всё уберём. Вот он. Давайте доставать его. Ой. Я вам хочу сказать, он очень тяжёлый. Так. Так. Откуда бы тебя начать открывать. Так. У него там, по-моему, нету памперса на лице. Поэтому это надо как-то всё. Да, аккуратно я сделаю. Давайте я сама даже не буду смотреть. Я возьму вот этот памперс. Да. Вот так вот сделаю. Вот так вот при вас сделаю. Специально. У него там нет шапки, но надо. Вот. Он в комбинезоне. Как это круто. Вот так. Пахнет клеем, как сказал мастер, потому что у него проклеены волосики. Слушайте, он в комбинезоне. Это просто. Где вам ещё отправляют в комбинезонах? Так. У него утяжелены ножки. Давайте его будем доставать. У меня первый виниловый реборн. У него очень тяжёлые ножки, я вам хочу сказать. Вот прям очень. Его надо, по идее, раздеть сначала, но как-то его надо посмотреть, я так думаю. Не знаю даже, как тут начинать и что делать вообще, не знаю. Ух ты. Слушайте, он как живой. У него шершавые ручки, прям шершавые ножки. Но я когда была на выставке, то я трогала винилового малыша моей подруги Саши. И он такой же шершавый на ощупь. Сейчас мы, наверное, всё-таки достанем ещё одну ножку. Давай. Ой, тяжело, конечно, да. Вот. Так, не знаю, наверное, я вам как-то приближу и будем смотреть. Потому что по-другому невозможно. У него очень тяжёлые ноги, они все утяжелены, все набиты. У него очень классная роспись. Очень живая. Ноготочки. Просто абсолютно всё. Вот ранки. Вам ещё, может, отсвечивает? Ну. Мы сейчас поближе, потом вам покажем. Просто посмотрите. Насколько всё сделано. Это просто. Я сейчас сниму, наверное, камеру. Вот его ручки. Будем сразу вот так смотреть. Давайте мы снимем штанишки. Плохо видно на камере, хотя очень живая роспись. Я не знаю, у меня нет какой-то бурной реакции. Я не знаю, почему. Но я очень рада. Я очень его ждала. Он очень большой. Реально очень большой. Немножко у него как-то скручилась ножка. Реально. Ну. Это всё, мне кажется, можно убрать. Может быть, она и должна быть. Там у меня ходит собака какой-то, мой извините. Это у него тельце набитое. Я не знаю, чем он утяжелён в конечностях. Я думала немножко по-другому, что утяжеляют реборных. То есть я думала, что не конечности, а само тело. Вот. А получается, ну, посмотрим. Ладно. Так, ну что, девочки. Я думаю, что пришло время смотреть уже его личик. А сейчас я направлю камеру. И очень рада, что пришёл комбинезон, кстати. Я даже не ожидала, честно говоря. Раз. Два. Три. Ты мой мальчик. Слушайте, он просто волшебный. Он просто волшебный. Просто посмотрите на него. У него очень мягкие волосы. Рогкая головка довольно-таки у него. Но очень тяжёлая конечности. Не знаю, посмотрим, что-то с этим сделаем. Может быть... Ты мой маленький. Сейчас я вам его поближе покажу тоже. Сейчас я его немножко расчешу. Посмотрим, что у него за прошивочка. Ну, он очень красивый. Вы просто даже не представляете, насколько он красивый. Насколько у него шикарная прошивка. Я даже не думала, что у него будут такие мягкие волосы. Вот реально. Сейчас мы как-то... Кстати, у него они просто вот так будут расчёсываться, да? Даже не нужно брызгать. Это говорит о очень хорошем качестве его волос. Ну, он когда лохматенький, он такой более смешной. Сейчас мы его гребешком немножко причешем. Неприятно пахнет, конечно, клеем. Но это всё уйдёт со временем. Просто очень много клея. Естественно, он проклеен. И просто ещё, возможно, он не до конца даже высох. Волосы просто, как у живого, он столько, что... Ну, просто. Я не знаю, я бы его какой-нибудь назвала Эбигейл, может. Вильям. Не знаю, будем думать. Я его думала так и оставить. Лям. Будем думать. Да? Скажи, привет. Теперь я буду главным на вашем канале, да? Скажи, всё, теперь у нас есть настоящий мальчик. Мы его так долго ждали, и теперь он у нас появился. У нас тут знакомство двух мальчиков. Братики мои маленькие. Он такой чудесный. Просто вы не представляете, какие у него волосики. Скажи, привет, привет. Мои два братика. Ой, расчесочка упала, да? Да, держи. Она розовая, она ничего. Вот. Его зовут Лям. Пока его будут звать так, а дальше посмотрим. Для нашего силиконового малыша мы пока тоже ещё не придумали имя, так что тоже пишите в комментарии. Посмотри в камеру. Привет! Вот. Два братика. Такие вы красивые, такие вы классные. Этот комбинезон, он тёплый, он новый абсолютно. Вот. Такой зимний, с ножками. Очень крутой. А осенний-весенний у нас есть, он без ножек. Чуть позже вам его покажем. Да? И майка у тебя какая модная. Ты далеко к нам приехал, из самого Краснодара. Превзошёл просто все мои ожидания. Вот действительно, и в плане прошивки, и в плане росписи. Он настолько живой, что это просто. Я вам сейчас поближе покажу свидетельство о рождении. Ну, давайте, кстати, посмотрим, как у него пустышка держится. Покажи пустышку. Вот смотрите, как она достается. Опа. Сейчас покажу его ротик. Смотрите. Смотрите, какой он классный. Просто. У меня нет слов, действительно. Я думала, что да, просто куколка, но это просто чудо. Это такое чудо. Просто не описать словами. Это действительно чудо из чудес. Сиди. Отчего ты падаешь? Где твоя игрушка? Вот наш мишка любимый, да? Твой мишка? Любишь его? Комбинезон у тебя. Ты вообще крутой. Вот наши свидетельства. Сейчас поближе вам его покажу. Комбинезон. Комбинезон. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...